что у нас утро и мы начинаем путешествие большое путешествие на шри-ланку всем привет вы на канале себя на чемоданах с вами я славян я вас приглашаю реально в долгое длительное невероятное путешествие мы отправляемся из турции анталия на шри-ланку если коротко то нам предстоит очень длительный перелет точнее перелеты заскочим обязательно в стамбул пересадку будем делать еще в шарджи по моему так этот город называется и увидим очень много всего поддерживать этот выпуск лайком пишите комментарии и погнали в новое путешествие и в новый сезон такой вот завтрак миниатюре называется вот так у нас отреть сколько вещей сейчас грузим сюда настолько много вещей что этот ящик даже до конца не закрылся но кстати уже пришли девчонки которые принимают квартиру осталось только дождаться трансфер и все спустили вещи вот у нас еще правда будет еще дополнительные рюкзаки дети горит сторожата ждут трансфер но трансфер почему-то немножко опаздывает на мое удивление время уже 35 минут а мы заказывали его на 30 главное чтоб нас не подвели настенка уже панику наводят типа где машина где машина на 20 минут тачка опознала я не думаю что это критично в итоге мне отправили на кпп еди на кпп только начал подниматься тут его уже говорят что машина подъехала вот на такой тачке мы поедем значит трансфер 70 евро стоит до аэропорта так все грузимся мироба давайте прыгайте ребят так все силе поместились ну все набирали парк пока пока ну что мы приехали машину отпускаем и рожка чуть-чуть прям подремал сейчас нужно 50 процентов бакажа отправить нас где-то со здесь должен встречать влад так едет наш спаситель спаситель контроль в аэропорту конечно конкретно чтобы зайти и даже ноутбуки доставали отдельно наложили сейчас нашли стойку вот пегасуса пойдем регистрироваться на рейс не стать еще если такие стойки нас можно поздравить с первой инстанции мы зарегистрировались на рейс все 13 у нас вылет очереди вообще нету а например вот здесь вот в терминала не знаю куда летят люди очереди конечно большие смотрите как выглядит аэропорт миниатюре прикольно делают вообще chicken open это регистрация началась наш рейс нашел а еще в аэропорту если такие стойки здесь есть у кого нет симочки можно подключиться бесплатно вайфая так можно нас поздравлять дальше но будем до конца дойдем там посмотрим сейчас мы прошли уже все на посадку у нас полтора часа еще до вылета все нормально все хорошо и придираются короче почему-то компьютеру первый раз выложил я а вот сейчас я за сон спросил игру в первой сумке он говорит ну типа ладно хотя типа с собой дрон как бы ничего это не говорят в принципе рентгену прошли все нормально сейчас нужно определиться где нам покушать потому что есть охота конкретно уже вам цены вот например суп 57 лир для цены нормальная на первом этаже нормально вот вам цена ланды замуж еще 25 лет так ну ладно с каким прекрасным видом мы приземлились нас там самолеты горы нам принесли уже и книг вот так вот булочки сейчас что принесут суп суп здесь стоит по 53 лиры по моему 200 и 30 рублей голубого горя олим весь перецелировать вот так выглядит суп но это обзнать не до черба который мы привыкли из турции это будет а харчо без мяса но остро нереально дети есть естественно стали заказали им заново спагетти рот горит да понятно что понравилось но мне дай бог там с непривычки животы в дороге это будет вообще катастрофа а вот ребята принесли их обед все таки суп не зашел острый точнее понравился да все но только родители сказали лучше не есть сильно острое но свыли 13 30 время уже 13 30 но никого еще нет короче пришли несколько здесь человек и перенесли наш рейс на 14 10 дерьмовенько ждем остались считанные минуты и нам откроют этот коридор должны еще подогнать самолета может быть самолет с той стороны уже стоит его и здесь не видно вид горы стоит да мы наконец-то все зашли грейс немножко задержали ну ладно все идем в самолет вот по такому вот трапу подниму кепленцы да мы видели так багаж нас уже загрузили мы тоже видели парам-пам-пам так нам сейчас коляску надо будет оставлять на тракте все оставь пока полностью пустой нет нет не нам дальше 8 8 так вот сюда направо родик сюда все готовы мы в самолет купили леденцы тут короче лялек много это мы еще не взлетели фигасисе появилась новая фишка сканирую сканируешь порк-код тебе будет доступен вайфай но вайфай будет доступен не по всему интернету а только посмотреть меню и посмотреть определенные фильмы которые там есть так в общем мы заказали себе два чая две колы 4 сникерса вышло все на 240 лир единственно что не получилось рассчитаться карты так как на карте мне нету чипа а у них терминалы только чиповые мы не успели даже и чай попить как уже начали снижаться и тут же только унесли этот контейнер мы еще пьем чай загорелось табло пристегиваете эти ходят говорят давайте пристегивайтесь близко мы подлетаем к стамбулу просто море и облака и мирошка проснулся ну что выл камин стамбул мы выскакиваем сейчас наша задача получить багаж забрать где-то коляску и здесь холодно я не знаю мы идем в этом коридоре здесь холодно не знаю получится нас погулять не получится но мальчишки из ветровки у настенки в принципе плюс-минус куртка но посмотрим до жилья нам в любом случае надо добираться поэтому что-нибудь да посмотрим здесь есть такая прикольная полоса зеленая просто ты по ней можешь идти но прям ускоряется видим когда за тяжелыми чемоданами какой-то путь ты можешь поставить и проехать багажные линии сейчас будем искать свой багаж но единственно что здесь получается два риса на этой ленте так и кто-то уже получает на пятой ленте вот там далеке мы будем получать багаж вот здесь вот в окошке пегасус мы узнали где нам получить коляску и нам сказали что получить здесь в чем показать такое табло посмотрите она заполняется на типа вот сейчас например женском туалете 20 процентов заполняемость а мужском 10 такого еще не видел один чемодан получили тире сумка мы переживали что она не доедет где-то порвется нет крепкая нас нами еще и сочи путешествует когда мы там зимовали пожалуйста так до нас мы решили двигаться на метро продолжаем приключения нам немножко поломали коляску теперь у нас не держится сетка нам нужно купить какую-то карту нам советовали для метро так пока ищем просто метро мне кажется это очень удобно что ты прям с аэропорта попадаешь в метро вот он указатель от сесту метро но и такие штуковины есть прошлый век да ну ладно идем в метро а истамбул вот пожалуйста метро сейчас где-то там наверное нужно будет купить билеты по ходу нам удастся только погулять по вечернему и ночному стамбулу потому что время уже 45 час и рейс был задержан в общей сложности на полтора часа что не варегут короче купили эту карту 50 лив стоит я правда не знаю если здесь какая-то сумма но сейчас будем проверять короче знание касс три поездки по одной поездке прошли все они а по второй поездке прошел я блин ребята это невероятнейший опыт приключения в стамбульское метро это просто что-то невероятное мы ничего не знаем у нас 100 лет таких путешествий не было но отчасти прикольно конечно на транспорте сам боли мы кстати очень прикольно что здесь есть лифт представляете не нужно ходить по ступенькам я просто вспоминаю московский думаю вот это мы сейчас пухли с этим всем а в итоге нет есть лифты это классно кто никогда не видел метро вот она мы едем вот отсюда нам нужно огромное количество станций проехать где-то пересесть и вот сюда вот попасть наверно так короче сюда походу сюда и сюда наверно так возможно это не с непривычки но здесь в стамбуле очень какой-то сложное метро плюс за каждую пересадку еще нужно платить блин прям в метро снимаем деньги потому что нас нихрена нету и нам помогает поэтому же чё пойдем пацаны слушать я не знаю в стамбуле так холодно мы выходим и нам охране короче горит типа оденьте оденьте куртку ну по-своему мы не только по жестам понял помог чувак нам оплатить вот эту линию здесь короче мы на улице мы типа едем на поезде но смысл в том то что у нас наличку банкомат не взял вот этот и у нас не получилось купить получать какую-то другую карту у нас по-своему провел мы же не стали разбираться ему 100 лир сунул хотя как я понял одна поездка а сама карта стоит 19 лир если мы хотели познакомиться со стамбулом через метро то у нас это получилось что мы больше даже не можем здесь ехать сейчас выходим на улицу и вызываем такси до адреса но это у меня нет слов с детьми с багажом это просто капец короче мы в тепле и такси как вы там нормально вообще невероятно слушайте стамбуле холодно но красиво притка красота почему погуляем сейчас прогуляю сейчас это очухаемся мадам груз да архитектуры здесь вообще разнообразные мы хоть и не особо-то и гуляем но влево смотришь одно вправо вот пожалуйста металла профилированные листы и дальше начинается красота и дело как будто на горе построен улицы очень узкие это вверх то вниз мы думали мы погуляем но в итоге нет мы просто все вымотались как собаки еле заселились кое-как нашли о конечно старый город он реально здесь старый город очень колоритный классный но посмотреть у нас это делать не получается потому что же темно мы даже живем короче вот в доме таком очень-очень я не знаю даже каких годов но в целом давайте быстром сделаю ром-тур такая удлиненная квартирка здесь одна большая кровать тумбочки самое главное что чистое все ничего не воняет все чистенько аккуратненько не его у конечно как там может быть но тем не менее все как бы здорово и хорошо этого далее такая типа комната с перегородкой здесь еще две кровати тут же стол тут же кухня и все там выход короче в подъезд и ванная комната но собственно так все очень скромно но уютно не воняет и всяких посторонних запад и чисто у них хороший рейтинг поэтому его и забронили так что ребята все к сожалению без прогулок по стамбулу завтра утром я не знаю мы сейчас будем думать либо мы снова поймем на метро хотя все я настолько в бешенстве от метро я не люблю все это дело но хотелось посмотреть посмотрели скорее всего мы завтра закажем трансфер чтобы хоть немножко прокатиться по стамбулу его посмотреть ну что сказать колоритно согласны там еще живут кстати а здесь что-то строится что-то будет этот прям возле нашего отеля куда мы заселились он видишь как красиво здание светится и лестница какая винтовая очень круто это вот все здесь все в отелях видите это вот эти все исторические здания это все-все отель очень круто прям очень но холодно гречки и красивые улочки горы какой-то гуляем пытаемся найти где поесть пиде потому что это быстро дешево весердито но здесь это не дешево ребята 250 320 стоит пидехи с ума сошли ну шоке мы от этих цен конечно но все-таки решили зайти покушать вот смотрите по меню и диван нет это хороший ресторан между прочим я конечно вообще вот вот максимальном шоке для 650 и короче он мне дает чек там чай я говорю погоди ты грил чай вообще будет бесплатно он такой аукей-окей начинает удалять потом в итоге айран только на 200 лир а в итоге я говорю подожди ты обещал это пиде типа со скидкой в итоге он делает скидку по 180 дает короче 6 6 максимально вообще не рекомендую а пиде короче а пиде самое что интересно они его откуда-то притащили они его не здесь готовили они его принесли в коробках прикиньте и она была я просто очень хочу есть я не люблю ходить искать но просто второй раз у нас такого в анталии когда мы уезжали мы торопились и нас тоже обули короче здесь просто но это это реально это самая жесть которая на жизни проходила ну конечно все понимаем туристы не туристы но это прям вообще конечно жесть улица конечно потрясающая но кушать на ней не знаю я не рекомендую вообще никак по крайней мере пиде так точно вы посмотрите попали мы на базар как здесь много чего не работает но много что работает вон всякие мыло ручной работы вау ну хоть немножко погуляем хоть что-то да о так ребятки мы последнюю стриме разыграли открытки посмотрите выбрали аж 13 видитесь целая стопка представляете вот прям отсюда с этого базара вот так вот вот отсюда там зашли купили такие красивые здесь целый парк зеленая мечеть по-моему называется здесь какая огромнейшая стела стоит здесь днем вообще все по-другому я уверен но к сожалению мы вот так вот и причем галопом и вы даже не поверите куда мы куда мы двигаемся не поверите короче меня спалили сейчас вам покажу а пока атмосферу вечернего стамбула ой как круто но здесь очень холодно ребята очень а прибежали мы в кафе я готовил вкусное пиде и по цене вот пожалуй понимаете прям из печи сейчас пидешница возьмем 5 пидешек еще и на утро 5 прикиньте их гораздо гораздо дешевле вы чем ну и посмотрите какая стопка пиде они здоровенные и это все вышло 320 лир так что не допускайте ребята наши ошибки не кушайте вы в этих туристических ресторанах которые очень непонятны в том что настя не умеет терпеть или умеет отказывать и вот эта женщина лучше вообще никуда не ходить да жесть вообще просто жесть потратили вместо трехсот двадцати тысячу лир на еду и здесь в этой бы кафешке мы бы на 300 лир бы ну просто обожрались бы и взяли бы еще на утро новый вот глядь какая красота вот нам пицца меню о господи пицца пиде там в ресторане я даже снимать было стрёмно все вообще смотрите смотрите еще одна красота но все до утра то что вы сейчас слышали это такая слышимость здесь я не знаю стены коробка наверное вот пришли соседи и это не давали нам немножко спать но мы ребята такие кто в принципе под любой шум уснет поэтому уснули плюс-минус выспались но все отправляемся дальше хоть утром посмотреть на этот райончик за нами подъехал уже трансфер вот пожалуйста грузимся и отправляемся слушайте в стамбуле конечно конкретный дубак холодно так вот мы утрамбовались вон немножко засыпает ехать на примерно час вот мы вчера по этой улице гуляли и сегодня немножко едем ну хоть чуть-чуть город посмотрим мы катимся я исчез на это шоке вот всего но мы все-таки в надежде увидеть мраморное море мы для этого останавливались на берегу и вот оно смотрите впереди нас мраморное море вон все гуляют набережная хорошо что мы отдохнули что мы с новыми силами сейчас путь так ну что давайте посмотрим на мраморное море вот пожалуйста на 3 это что как бы рассвет смотрите этого там вдалеке как будто эти близнецы стоят из нью-йорка да вон еще какие-то ой какие здесь огромные постройки клёвы тут мы хотели вчера погулять но увы хоть прокатиться ладно так смотрите по информации о настенке и википедии вот этот мост эти огромный-огромный он соединяет азию и европу это вот как раз начинается босфорский пролив корабли катаются мой классно и здесь посмотрите сколько небоскребов вот это да что добро пожаловать стамбульский новый аэропорт все высадились наша сейчас первая задача найти визовый центр для того чтобы регулировать вопросы по штрафам мы задом все расскажем аэропорт конечно гигантский кстати здесь тоже есть сразу же метро можно доехать на метро но учитывая что мы вчера я реально намучились вы вызвали трансфер все входим ну что же мы попали мы попали в аэропорт кто будет вылетать из нового аэропорта стамбула то закладывайте время потому что людей очень много и очередь на проход в сам аэропорт конечно тоже большая идем сейчас визовый центр нам объяснили что он находится где-то здесь где-то здесь сейчас будем искать вот он визовый центр вот он вот он прям мы туда подошли и они сказали сначала проходите регистрацию потом идите ко мне ну собственно сейчас посмотрим где у нас еще регистрация в ожидании мы занимаемся чем только можем чтобы он не скучал идем на регистрацию рейса фу мы зарегистрировались на рейс это было сложно потому что общались через переводчика так как они совсем друг друга понимали смысл в том то что они просили обратный билет у нас я говорю у нас нет обратного билета гривен обязательный говорит типа виза есть игры виза есть даю вот эту приблуду сайта скриншот он гореть и переведи ее на ну типа либо турецкий либо английский игроки я перевожу делаю скриншот ему показываю не как бы одобряют и выдают билеты сразу выдали билеты получается и в шарджу и с шарджи до коломбо сейчас вот взяли эти билеты и бежим непосредственно уже визовый центр что там оплачивать штраф либо договариваться чтобы нас простили еще мы хотели вот эту сумку сдать багаж она сказала нет так как вы уже оплатили только один багаж на сайте а у них получается на стойке оплачивать нельзя не знаю просто как оплачиваются багажи мы никогда этого не делали я очень сильно надеюсь что нам не выпишут сейчас штраф прям вообще прям переживаю потому что нас уже грубо говоря два месяца просрочки и совсем не хотелось и потому что это попадалось будет тысяч на 20 чем-то с копейками вот короче переживаю максимально заказали еще трансфер с коломбо до у новатун и вот за нами пришлют вроде как toyota prius 65 баксов будет стоить вот и сейчас решаем как раз еще вопрос с домом поздравляйте нас ребята мы дали все документы там в окошке нам поставили на билетах вот такую красную печать я у него еще раз уточнил но проблему сам говорит но проблемусти по все хорошо все можете лететь штрафы мы не платили то есть не нужны обязательно если вам отказывать обязательно берите отказ здесь в аэропорту отказ имеет место быть потому что благодаря ему мы не попали на штрафы блин как я рад весь и даже не представляете что у нас все варегут в общем никого не слушайте слушайте только нас мы показываем родик сюда мы показываем только правду и проверяем на своем опыте пусть он и не очень но он точно ценный и очень очень полезный посмотрите как номер он и налетает все забрали встали возле банкоматов мы сейчас пытаемся перевести через корону на карту снять лиры и здесь же в аэропорту обменять их на доллары потому что доллары нам там важны будут очень а доллару уже беспроблемно можно там поменять на местную валюту каждым деньги решили снять все-таки 2 500 и сходить поменять корона порой чудит но чаще всего 95 процентов деньги прилетают прям сразу же вот здесь вот синий островок и женщ написано вроде так здесь отменяют деньги и поменяли лир на доллары сначала был курс невыгодным то есть мы теряем на комиссии включить две тысячи я такой типа нифига себе мы начали с населка спорить игру блин да там короче наверно тоже можно будет поменять в итоге он типа окей брат горит я тебе сделаю дисконт курс и обменял нам вот прям идеальному курс то есть мы сейчас потеряли всего лишь на наши деньги приводить 200 рублей это прям идеально пока меняли деньги на карту еще пришло вот то что мы выводили 8000 лир и я к нему подошел говорю еще раз сделаешь по такому же курсу он горит давай быстрее тебя без проблем только горит с ними налег обязательно потому что иначе мне придется заплатить комиссию и тогда не получится выгодного курса детки он на детской площадке бесятся пока я пытаюсь решить обмен со второй пачку денег вторую пачку лир у меня не получилось поменять выгодно куда-то друг мой ушел я его не дождался и думаю ладно бог с ними то получается сейчас поменял 2000 лир и он не дал 89 чуть больше 1000 потерял я рублей мы прошли этот паспортный контроль на нем что-то на нас докопалась это женщина и спрашивал типа а че короче на своем я иду переводчик она тип не надо ну и короче как мы поняли она потом в итоге от ней снова подошел когда мы уже прошли говорю надо кому-то денег заплатить она мне что мани 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 начала куда-то звонить в итоге она горит потом я сказал типа ты сейчас оплатил я объехать не могу чего плачал но мы проверили что печать от всем как ставят одну и ту же нам такую же поставили никакую метку нам дополнительную не бахнули но уже дальше будем смотреть огромный зал огромнейшее табло здесь такая великолепная картина галерея тема родя смотрится просто улёт конечно и пацаны как всегда пошли смотреть аэропорт настолько огромный что просто устаешь элементарно того что ты здесь постоянно идешь куда-то идешь этим терминалами и да это подобное все очень сильно разбросаны это конечно классно что он такой большой но он забирает очень много сил фух мы идем на посадку закинули ступцом по 70 лир еще взял банку пива этой мочи турецкой за 200 лир короче я попутал карты не принимают пришлось оплачивать нашими долларами точно 2 с копейками вообще есть так у нас едва бежим 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 скорее бережи мы сели уже самолет заходим короче самолет и артем гряди мой рюкзак уже посадка заканчивается рюкзак его искал просто все мы в самолете и это хорошо опять я сижу отдельно но ничего мы я смотрел когда пилеты пол салона было пусто а мы за несколько дней покупали буквально за дня два получается дать сейчас самолет походу будет полностью битком мы готовимся взлету и у нас приколюшка здесь такая будет так не закрыли короче есть мониторы вот видите монитор как будем лететь будем наблюдать мы заказали чай принглс заказали воду языка оплатил только за принтер сахтем вышло на 10 долларов нам дали сдачу арабскими монетами и раз такой видим кальянтовый еще время зря в самолете не терять лететь еще три часа поэтому немножко помонтируем прекрасный закат получился я говорю походу там ночь я вот монтирую выпуск и ночь походу не только у меня на море не видно вроде в топит мирошку тоже добро пожаловать в арабские вераты тут очень тепло и очень сыро как вам 2 часа ожидания и мы на шри-ланке мы очень голодный у нас уже даже посадка идет на самолетном очень быстро потратили еще 30 долларов блин бакси летят короче вообще учитывая что их ни хрена нету это конечно печальная история все короче кушаем и двигаемся если мне пару лет вы сказали что я буду вот так вот в аэропорту стоять среди индусов сказал мне бред тащимся прошли мы оторвали у нас билеты оставили только эти бирки уточнил насчет баканжата сказали что он автоматом едет на этот рейс все в зал ожидания индусский зал ожидания мы сделали максимально правильно что сначала поели а потом пошли под зал потому что здесь короче есть только туалеты и больше ничего и вот он выход сам на самолет судя по количеству людей здесь самолет будет вообще что мы залетаем самолет залетаем самолет чтоб тепло красота вот наша ласточка оба очень сильно устали уже но это вот прям последний маневр залетаем сейчас женщина объявляет у нас пилоты русские два брата и здесь тёрты ходят тоже русские ребят перегиньте самолет вообще битком здесь в самолете снова есть вай фай и можно посмотреть где мы летим вот мы летим над индийским океаном скоро будем подлетать в мумбаи пересекать его и приземляться в коломбо но летит чудово и пчуты пянули ребят его пихать без плятки вы даже не представляете насколько обалденно выйти из самолета попасть вот в этот коридор вдохнуть и как будто я не знаю так влажность вот слышите слышите вроде здесь пахнет как в сауне представляете в общем ребята welcome шри-ланка здесь нету пойдемте дальше в зал ожидания здесь паспортный контроль заполнили вот такую миграционную карту еще сходил в окошко сказал что мы делали виза онлайн он проверил горюк все окей говорит иди в паспортный контроль на паспортном контроле нам поставили визы мне на стенку на 180 дней как мы оформляли а детям не поставили он отправил за ноги говорит идите делайте детям в итоге он сам пришел сделал детям визы пробил в компьютере но им только на 30 дней говорит потом типа это продлеваете так багаж получили он на самом деле уже просто стоял брошенный нам короче порвали коляску в Стамбуле нам поломали вот эту штуку теперь она держится вот так вот на проволоке здесь вот это порвали ну короче не без ущерба как говорится и здесь кстати сразу есть обмен валют кому нужно можно здесь деньги было поменять так слушайте ну все максимально круто нас встретил человек родник пожар маме на ногу сейчас наедешь нас встретил человек вот синие футболочки и повезет нас до места пребывания ну что же мы делаем первые шаги по Шри-Ланке смотрите как всех много сквозь багаж вот так вот за человеку когда нас встречает ребята мы на Шри-Ланке теперь еще пару часов до виллы которые будем арендовать и спать очень хочется спать так все мы утрамбовались пойдем на Хонде так аккуратно ребят ничего не мажем а там руль я по привычке пошел садиться здесь-то тачки праворукие а я сажусь а он мне говорит ноу-ноу говорит left left мы едем по Коломбо и сразу непривычно ну первое то что я сел сюда и нет руля а второе смотрите левостороннее движение вот я бы точно затупил мы еще начали ехать и я такой про себя думаю блин а что он в левой полосе едет а потом догоняешь что здесь левостороннее сели в машину и сразу вырубились мы уже приезжаем нам до Гале осталось буквально там два километра уже даже одним глазком океана видели но тут ну так мы заехали заселились все ребята это очень сложная поездка мы очень сильно устали поэтому все остальное рум туры и так далее то подобное это уже в следующем видеоролике мы капец как устали вот поэтому будем отправляться спать упс так это мирошка уже буянит в общем ребятки пишите комментарии поддержите выпуск пока пока